Надеюсь, всё вкусно! Надеюсь, всё вкусно! Блин, поскорее бы рабочий день закончился. Хочется быстрее домой к любимой. Пиздец. Не повторяйте её ошибок. Лучше подпишитесь на Бусти. Там вышел ролик про новое аниме Зимы 2024. Жесть! Это такое смешное. Мур-мур. Мяу. Ссылка в описании. Японская культура странная и местами абсолютно осуждаемая. Сегодня расскажу вам про фатально-отвратительно-мерзкий тайтл, созданный для таких, как ты. Педофил! Что? Я не прав? Тогда зачем ты нажал на видео с таким названием? Интересно? Любопытно? То-то же. Знакомьтесь, мультик от студии, подаривший человечеству такие великие тайтлы, как «Улыбайся на подиуме». Потерялись? Впервые слышите? Это, если что, не тайтл, а риторический вопрос. Так вот, я тоже только недавно узнал о существовании данной коммерческой организации. Лучше бы и дальше жил в неведении, ведь предмет сегодняшнего обсуждения, ну просто фатальный трэш. Все герои больные на голову маньяки с максимально шизичными проблемами. Осудительными наклонностями и вообще. Зря их матери старались, рожали. Я люблю тебя. Шо? Осуждаю. Сата Мацудзака, главная героиня Йентова Крутого от буквы «Говно» произведение. Знаете, у каждого человека есть негативные и положительные качества. Например, у меня из крутого и позитивного сказочная голливудская улыбка. Из негативного все остальное. Поэтому экспозицию выстрою, чтобы сначала хихи, милашка, няшка, а потом жесть. Ужас, кринж, осуждаю. Так вот, главная героиня. Если уже забыли, зовут ее Сата. Супермилая, добрая, трудолюбивая девочка, которая только недавно смогла влюбиться всем сердцем. И ради мирной и счастливой жизни со своей судьбой готова пахать за четверых. Помимо чрезмерного усердия, молодая, суперкоммуникабельная. Создает дружелюбную атмосферу в коллективе. Ее все любят и ценят. Мужским вниманием, как вы могли догадаться, Сата тоже не обделена. Вот, например, Тайо. Сходу признал себе долаги и говорит, жить без тебя не могу. Вот это да. Такой красавец. Ну просто молодец-холодец. Гуляй, чел. У меня уже есть любовь. Ладно. Кстати, разоволосая, ну просто несгибаемая. Однажды менеджер на работе сильно на нее обиделась. И как? Начала загружать неоплачиваемыми сверхурочными. Жесть. Ну и тварь. Надо об этом сказать. Надавить над старость и получить заслуженные копейки. Какая она крутая прям. Восхищаюсь ей. Жаль. Паскуда. Украла девочку, чтобы жить с ней, как с возлюбленной. Во время просмотра думал, что надо бы ее манежку посадить. Но казалось, что по итогу на нары отправлюсь я. Забавная ситуация. Смешнее только сама козявка. Сиу Кобе. Возлюбленная. Осуждаю мерзко, отвратительно. В жизни не повторяю. Горимычной. И вы знаете, ее все устраивает. Молодая довольна таким раскладом вещей. Как-никак съехала от матери в восемь вечера. Вот он успех. И сад она нейронично любит, заботится и всячески поддерживает. Вот что бывает, когда у детей нет родителей. Забавно, но они есть, хотя лучше бы не было. Ведь малявку била мать. Очень жаль. Осуждаем. А мать, в свою очередь, бил отец. Один только брат терпел и никому плохо не делал. Терпила. Посмел разорвать круговорот насилия в природе. Затерпел. Причем фатально. А Сахи Кобе. Вроде самая адекватная во всей анимешной тусовке. Но если посмотреть под другим углом, то смогли бы вы не мыться две недели и раздавать листовки о пропаже вашей сестры. Вот и я так думаю. Конечно, да. Я вот тоже безуспешно 14 дней к ряду раздаю макулатуру. Пропали бустисабы, представляете? Вы можете исправить это недоразумение, пройдя по ссылке в описании. За подписку уровня гыча вы получите возможность каждый день называть меня тварью в закрытом телеграм-чате для бустеров. Дерзайте. Так вот, брат реально усердный. Даже в один момент разгадал все загадки и отгадки, где заточена его сестра. Но об этом позже. Пока хочу вам рассказать об еще одной почти адекватной героине. Знакомьтесь, Стёка Хида, подруга нашей розоволосой твари. Причем такая лучшая, самая трушная. Мур-мур, мяу-мяу-мяу. Всегда поддержит брата. В розыске поможет. Накормит, подбодрит, влюбится. Ну и умрет насмерть, потому что узнала правду. А Сата не любит, когда кто-то знает правду. Короче, сюжетный поворот. Вот она же этого бомжа поцеловала, да? Вот, ну, прикиньте, если на самом деле вот она еще умерла. Вот пока ее ножом, еще до того, какой ножом тыкали, на самом деле. Вот она там заболела не излечим. Как говорится, спасибо абсолютно адекватной и разумной тете за воспитание такой розоволосой шизики. Тварь на старухе тупо подстилку, удовлетворяет и любит всех прохожих, даже если ее бьют и ломают. Какая крутая. Прям как Тайо Митсубоси, коллега нашей с вами преступницы. Вот есть фраза такая. Был пацан и нет пацана. На самом деле это все про меня. Мяу. Кстати, котик, на бусте уже лежат мои голые фото. Картошки, да, фото моей картошки из магазина за деньги. Могу вот забесплатно показать, но лучше заплатно, конечно, спасибо. Так вот, чел стал фатальным анимешником после инцидента с картофельным насилием от начальницы. Женщин боится, жесть. И только мелкая няшка-милашка силу ее спасет и очистит. Отвратительно и мерзко. Вот я не тем людям, вот им, да, самое место в тюрьме. Круто, классно. Рассказал вам базу, кто и что из себя представляет. В отличие от прошлого тайтла на обзоре, сейчас процесс взаимодействия шизо в природе не важен. Аниме абсолютно душное и не смешное. Хоть какой-то интерес вызвали только конец и начало мультика. Причем кульминация поразила своей тупизной, а не накалом событий. Про начало вы в курсе. Украли дитё. О, а теперь внимание, все слушаем внимательно. Конечное. Абсолютно дебилизм, ничего тупее в жизни не видел. Главную проблему решили, даже тётю напрягли. Чтобы она смогла и помогла в организации побега. И просто попытайтесь угадать, что самое тупое могло произойти. Вот герои уже ждут свой рейс, с минуты на минуту посадка. И тут разоволосая вдруг вспомнила, что потеряла кольцо. Но без кольца никак. Козявка с ГГшкой согласна? Ну и отправились обратно на место преступления. К счастью, откисшая подружайка успела отправить всю инфу братцу-молодцу. А с ним по стечению обстоятельств оказался извращу-габлондин. Если что, по изначальному плану все улики нужно было сжечь. Получается, все фланги, пути отступления отрезаны. Итого, дом горит, бежать некуда, здание рушится. Внизу полиция, девочка в розыске, пора прыгать с крыши. Типа романтика, осуждаю. Вот и Сато так думает, в полете взяла да прикрыла микроняшку от асфальта. Да, тупизм фатальный. По итогу мы имеем бедную несчастную девочку со сломанной судьбой и психикой, которой предстоит пройти психологическую реабилитацию, а лучше вообще заново родиться. С одной стороны, хорошо, круто, классно. В тайтле поднимается проблема отсутствия воспитания. А с другой оправдываются связи с несовершеннолетними. Наши клятвы, болезни и здравии, я клянусь любить тебя, Сато, пока смерть эмоции, переполняющие меня. Осуждаю. Радует, что в отличие от саги про инцест, которая есть на моем бусте, здесь герои получили по заслугам. Но ситуацию это не сильно спасает. Во время просмотра в голове была только одна мысль. С каждым днем мы все дальше от моего бусте. Простите. Отдельное человеческое спасибо за отсутствие HSN с микрокарлицей. Еще в кино прикол, этот тайтл смотрел в 13 лет. Теперь ясно, почему я стал таким попрошайкой. Следите за своими детьми, пожалуйста, что они там смотрят. Пусть лучше в Майнкрафт играют, чем за подобное время проводят. Спасибо за просмотр. Все происходящее в тайтле я максимально осуждаю. Никого к личному ознакомлению не принуждаю. Отнюдь. Хотел рассказать. Норме самого божия, такой необычный. Смотрящимся он и на всякие существования подобного ужаса. Если эта тема вас заинтересовала, можете углубиться в кроличью нору и ужаснуться еще больше. Если вы подобным интересуетесь не для общего развития, а с целью получения удовольствия от просмотра, настоятельно рекомендую заняться лечением головы. Или хотя бы подпиской на мой бусте. Пока. Еще огромное спасибо моим бусте с абом. Вот их никнеймы на экране. Спасибо, ребята. Целых 50 за ролик. Да, многох вас. Жесть. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо.